Добрый вечер, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить оргкомитет профессора Орос за приглашение участвовать в нейросимпозиуме и хочу поделиться нашим опытом ведения хронических воспалительных демилинизирующих полинервопатий, которые в настоящее время считаются достаточно частым заболеванием и, как вы видите, бывают типичные и уже и атипичные формы. Как вы знаете, невропатия является хронической болью для невролога. Примерно 20% пациентов, которые обращаются в неврологическую клинику, вообще-то пациенты с невропатией. И не все из них имеют диабетическую невропатию. Но невропатию, на которой естественно и эффективно можно воздействовать, это именно воспалительная. В начале считалось, что это очень редкое, даже орфанное заболевание. Но на сегодняшний день частота данного состояния увеличивается. И сейчас считается, что примерно данный диагноз встречается с частотой примерно один случай на 10 тысяч населения. Вы знаете историю данного заболевания. Великий ДИК еще в 70-е годы обнаружил группу пациентов, которые реагировали на лечение картикостероидами. Назвал это заболевание CIDP – хроническая воспалительная демилизирующая полиневропатия. Вначале эта группа оказалась однородной. В 90-х годах были предложены критерии американской академии, которые тоже являются достаточно четкими. Начались испытания различных методов лечения. Но в конечном итоге выявилось, что форма данная неоднородная. Критерии американские хорошие, но они во многих случаях не позволяют выставить или подтвердить диагноз, даже при случаях гистологического подтверждения воспалительного страдания нервов. И на данный день мы знаем множество клинических вариантов течения данной формы заболевания, которые затрудняют диагностику. Соответственно, известно множество критериев, которые используются на сегодняшний день. Но, естественно, будем применять в большей степени критерии, которые применяются в Европе. Критерии Европейской Федерации неврологических обществ и критерии Peripheral Nerve Society. Начнем с представления клинического случая. Относительно молодая женщина, 48 лет, обратилась в клинику за неделю до Нового года, сразу после Крисмаса. И со слабостью в руках, в ногах развилась дыхательная недостаточность без какого-либо явного предрасполагающего фактора. Пункция показала повышение концентрации протеинов. Электромиография выявила демилинизирующую полинерпортию. Казалось бы, все ясно. Синдром Генбаре. Начали лечение плазмоферезом. После трех процедур состояние больной ухудшалось. И поэтому перевели больную на иммуноглобулины. Значительно улучшилось состояние буквально сразу. Но вы видите пациентку. Можно видео включить. Почему-то состояние больной резко ухудшилось в марте месяце. Наросла слабость, нестабильность. Вы видите, как плохо она передвигается. И в данном случае возникает вопрос. Что на самом деле у пациента? Это ген Баре или же какая-то атипичная воспалительная демилинизирующая невропатия, которая дебютирует как форма гена Баре? Видео включите, пожалуйста. Видите, электромиографическое исследование выявляет очень продолжительную терминальную латентность. Она даже не появляется в первом экране. Терминальная латентность в данном случае около 20 миллисекунд. И определяются все критерии, типичные для демилинизирующей поля нейропатии. И в общем-то в динамике определяется отрицательная динамика. Опять же вопрос. Что это такое? Рекурренция или повторный синдром гена Баре или же воспалительная демилинизирующая нейропатия какого-то другого характера. Видите, все критерии демилинизирующей поля нейропатии. Высокая продолжительная терминальная латентность, блок проведения, очень низкая скорость проведения, практически отсутствуют F-волны, отсутствуют практически чувствительные потенциалы. Опять же, те же изменения определяются практически со всех нервных стволов. Поговорим об этом случае в конце представления. И представим в данном случае воззрение современное, касающееся именно атипичных вариантов воспалительной демилинизирующей поля нейропатии. На сегодняшний день считается, что всего лишь 50% пациентов, у 50% пациентов заболевание протекает классически, типично. А у примерно 50% форма атипичная. И в данном случае, на данном слайде представлены самые частые формы атипичных воспалительных демилинизирующих поля нейропатий, о которых поговорим позже. Не будем касаться классического течения воспалительной демилинизирующей поля нейропатии. Вы хорошо знаете это состояние. На первом месте мышечная слабость, а не менее боли практически нет. Встречается в любом возрасте, даже у детей не определяется какое-то предрасполагающее заболевание, как при синдроме Гиена Боре. Но бывают подострые формы воспалительной демилинизирующей поля нейропатии, которые протекают в течение двух месяцев. И бывает на сегодняшний день описано острое развитие воспалительной демилинизирующей поля нейропатии, которая вначале диагностируется как синдром Гиена Боре. Клиническая картина хорошо известна, отсутствуют рефлексы, черепно-мозговые нервы практически не задействованы. Три исследования, которые позволяют подтвердить диагноз. Естественно, электронейромиография, спинальная пункция, которая выявляет повышение концентрации белка, которое не обязательно. И в некоторых случаях выполняется биопсия нервов, которое также не считается обязательным исследованием. Но у всех больных, особенно у лиц пожилого возраста, необходимо исследовать белки, сыворотки, крови на наличие парапротеинов. Критерии воспалительной нейропатии хорошо известны. Здесь представлены электрофизиологические критерии, которые были уже представлены у нашей пациентки. Критерии эти используются различными ассоциациями, в том числе Европейской Федерации. И эти критерии поддерживаются повышением концентрации белка спинномозговой жидкости, наличием накопления контрастного вещества гадолиниума при проведении МРТ на уровне нервных стволов, особенно в их проксимальных отделах, изменение сенсорных потенциалов, и на сегодняшний день считается обязательным выполнение исследования с помощью соматосенсорных вызванных потенциалов. Биопсия выявляет характерные демилизирующие изменения. И одним из очень важных критериев является клиническое улучшение при проведении иммуномодулирующего лечения. Биопсия нервов используется как метод подтверждения диагноза, но даже в достоверных случаях только примерно у половины или максимум до 2-3 больных выявляет или подтверждает данное состояние. Но в то же время позволяет отдифференцировать такие редкие формы невропатий, как амилоидная, воскулитная, различные токсические невропатии и в том числе даже может выявить типичные изменения для различных наследственных невропатий. Еще не вошли в диагностические критерии ультразвуковые, но, насколько вы знаете, они все шире используются для диагностики, в том числе и нервно-мышечной патологии. И на сегодняшний день, в 2016 году, были разработаны ультрасонографические критерии демилинизирующей невропатии. На данном снимке видите, как изменяются стволы нервов, плечевые сплетения, ломбосакральные сплетения. И в конечном итоге приводим к тому, что хроническая воспалительная демилинизирующая полимеропатия из монозаболевания превратилась в заболевание, которое имеет множество лиц, множество проявлений и по-разному реагирует на лечение. Коснемся самых частых форм. Сенсорная хроническая воспалительная демилинизирующая полимеропатия встречается примерно в 1-3 случаев из атипичных хронических воспалительных невропатий, то есть примерно 20-25% от общего количества воспалительных демилинизирующих невропатий. У этих больных встречается дистальное сенсорное поражение, выраженная атаксия, сензитивная атаксия, и эти больные часто диагностируются с другими, ошибочно диагностируются с другими состояниями, как в том числе диабетическая невропатия, алкогольная невропатия, метаболическая невропатия, но они должны быть подвержены лечению в таком же, как хроническая воспалительная демилинизирующая невропатия. Чисто моторная форма встречается примерно в 10% случаях. Заболевание напоминает боковой амиотрофический склероз или нервопатию моторную с блоками проведения. В данном случае она реагирует в какой-то степени на иммуномодулирующую терапию, практически не реагирует на картикостероиды. Картикостероиды могут вызвать даже парадоксальное ухудшение состояния, но методом выбора является назначение иммуноглобулинов. Синдром Левис-Самнер, хорошо знаете это состояние, несмотря на то, что встречается относительно или очень редко. А это заболевание реагирует на картикостероиды, реагирует на плазмоферез, реагирует и на иммуноглобулины. Очень интересной, интригующей формой является сочетанное поражение миелина центральной и периферической нервной системы. И Питер Томас, напарник Дика, еще в 80-е годы доказал наличие демилинизирующих полиневропатий у больных с рассеянным склерозом и наоборот у больных с демилинизирующими полиневропатиями, наличие изменений на МРТ и при помощи других методов исследования, при помощи моторных двигательных потенциалов, изменений, типичных для поражения центральной нервной системы. Эти формы встречаются относительно или очень редко и обусловлены тем, что миелин центральной нервной системы и периферической нервной системы, несмотря на то, что отличается по своему белковому составу, но в какой-то степени имеет некоторые антигенные общие черты. Учитывая, что следующий мировой конгресс состоится в Японии, мы не можем не коснуться данных японских авторов, которые являются лидерами в исследовании данной формы заболевания. Было проведено обследование в 2012 году и во всех клиниках, неврологических клиниках с нервно-мышечной специализацией в Японии более чем в тысячах клиниках было выявлено всего лишь 40 случаев сочетанного поражения миолина центральной и периферической нервной системы. Но было выявлено, что эти больные страдают в большей степени и степень их дезабилитации намного выраженнее. Что касается лечения. Эта форма подается лечению, несмотря на то, что относительно большая часть больных остается достаточно выраженным моторным и другими дефицитами. Три метода лечения, которые вы хорошо знаете, картикостероиды, плазма-экшенч и внутривенные иммуноглобулины. Эти методы были хорошо изучены, представлены в различных обзорах. Эффективность этих методов примерно одинаковая. Побочные воздействия, естественно, немного отличаются. Цена, естественно, отличается. В нашем ареале чаще применяются картикостероиды, но мы должны помнить, конечно, и возможности назначения плазмафереза и иммуноглобулина. По данным американских авторов, они обследовали группу примерно 100 больных. Было выявлено, что стабильное состояние после лечения определяется более чем у половины больных. причем у 20% выявляется практически полная ремиссия. Но у 20% отмечается прогрессирование заболевания, несмотря вне зависимости от назначенного лечения. Картикостероиды хорошо, вы знаете, как они назначаются. Предлагается и пульс-терапия при хронической воспалительной тимулинизирующей полиневропатии. Можно применять дексаметазон орально, можно применять внутривенно метилпроднизолон 1000 мг один раз в неделю или же 500 мг пять раз в день, пять дней подряд в течение месяца. Итальянские авторы во главе с Нобелем Оразио доказали, что назначение именно пульс-терапии с метилпроднизолоном или дексаметазоном вызывает ремиссии на более длительный срок, чем иммуноглобулины. Несмотря на то, что иммуноглобулина оказывает более быстрый и более явный эффект, быстрее вызывает улучшение состояния больного. На данный на сегодняшний день разработана подкожная форма введения иммуноглобулинов, которая не требует госпитализации больных, но, к сожалению, по цене она нисколько не отличается от внутривенной, даже является в какой-то степени еще выше. Плазмоферез не будем касаться, вы это хорошо знаете. Если выбрать один из методов лечения, независимо от того, стероиды, иммуноглобулины или плазмоферез, то в конечном итоге улучшение будет наблюдаться согласно триалам примерно у 70% больных. Если эти 30% больных перевести на второстепенное лечение, или же, если, допустим, пациент получал стероиды, и они оказались неэффективными на иммуноглобулины или на плазмоферез, то, соответственно, они также будут положительно реагировать. И согласно исследованиям итальянских авторов, во главе с Нобеля Разио и Кочито примерно 90% больных отвечают на иммуномодулирующую терапию или кортикостероидами, или иммуноглобулинами, или плазмоферезом. Имеются препараты и второй линии, но они менее эффективны. Совокупная их эффективность примерно 37% азотеоприн, ритоксимаг, циклоспорин, митоксантрон, интерфероны. Но если больной не реагирует на препараты первой и второй линии, то есть эти 10% пациентов, то для них может быть предусмотрен, если есть возможность, конечно, лечения ритоксимагом или микрофемнолат мофетилом. Наиболее выраженные побочные эффекты отмечаются при назначении циклоспорина А. Другие препараты оказывают меньшее воздействие побочное. Азотеоприн примерно выявили побочные эффекты примерно о 20%, лиц, которые получали данное лечение ритоксимаг примерно о 10%. Если рассмотреть типичные и атипичные формы, как реагируют на различные методы лечения, то было выявлено, что типичная форма и легче диагностируется и лучше подается медикаментозному воздействию. Атипичные формы чаще приводят к выраженной дизабилитации больных и к прогрессированию заболевания вне зависимости от метода назначенного лечения. Но не должны забывать, что возможно в определенном числе случаев в данных случаях неправильно выставляется диагноз. Возможно у больного какая-то типичная форма бокового метрофического склероза или какой-либо другой формы нервно-мышечного заболевания очень редкой. В конечном итоге мы коснемся рекомендаций, которые существуют на сегодняшний день. Больные относительно редкие, но в всяком случае в нервно-мышечной клинике они встречаются. Под нашим наблюдением находится около 100 больных с хронической воспалительной демилизирующей полиэропатии. Если у этих больных умеренные проявления, то они в общем-то и не нуждаются в лечении. Первым методом воздействия является назначение или стероидов в нашем случае, иммуноглобулинов в западных клиниках и плазмоферез, но он лучше переносится больными. Моторные формы практически не реагируют на картикостероиды. В данном случае заранее нужно ориентировать этих пациентов на иммуноглобулины. Если больной страдает выраженный функциональный дефицит с самого начала, то ему желательно назначить иммуноглобулины. Если у больного небольшой дефицит, легкий, нет, а если умеренный, то тогда лучше назначать и проще лечение стероидами, если у больного не развиваются значительные побочные эффекты. На сегодняшний день считают, что было бы желательно при различных агрессивных формах пытаться сочетать комбинацию стероидов и иммуноглобулинов. Но каких-либо данных опубликованных на сегодняшний день пока еще нет. Можете показать справа, с другой стороны видео. И вы видите нашу пациентку в августе 2017 года, то есть она прекрасно себя чувствует, что у нее, мы не можем сказать, что было в марте, это был или же повторный ген Боре, но навряд ли у нее хроническая воспалительная демилизирующая полимеропатия, потому что она прошла только два курса иммуноглобулинов. Ну вы знаете, что осень пара конгрессов, мы тоже проводим свой национальный конгресс 2-5 октября в Кишиневе, в премьере будет день Европейской Академии, мы вас приглашаем, есть и спикеры с Одессы, Татьяна Муратова, Лилия Свягина, так что присоединяйтесь к нам, спасибо. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить Виталия Стеляновича за блестящий доклад нашего гостя из Молдовы и надеюсь Доброе утро,